Начнем с рывков и прорывов. Газпром выплатит турецкому футбольному клубу Бешикташ 78 миллионов евро за размещение своего логотипа на форме игроков. В течение трех лет также турки переименуют клубный стадион в честь российского газового монополиста. 78 миллионов, друзья. Всего 78 миллионов нам с вами обойдется. Это удовольствие и плевать, что пол России до сих пор не газифицирована. Логотип Газпрома на майках чужих спортсменов это же намного важнее. Вы вообще счастливы? Идет война с НАТО. Война за выживание нашей страны. Боже, какая шутка. Кстати, и вот это вот тоже. Знаете, мне уже смешно пропагандистские бредни слушать, когда с одной стороны говорящие головы из телевизора визжат с утра до вечера о том, как мы воюем со всей НАТО. И с другой, все это происходит на фоне, когда глава Газпрома Миллер вваливает десятки миллионов евро в экономику страны, которая вообще-то является членом Североатлантического альянса. И не последним. Кстати, как такое может быть? Объясните мне тупому. Нет, я догадываюсь, что скорее всего Россия таким образом покупает лояльность турков в текущей парадигме. Ну вы тогда пластинку смените что ли? А то дурацкая ситуация складывается. Там воюем, тут спонсируем. Многоходовочники, блин. Начинаем. А сейчас предложил бы вернуться к теме прошлого выпуска. Вот этого, кто не видел, посмотрите обязательно. Ссылку оставлю в описании. В нем мы говорили о том, как нынешние бездарные чиновники, занимающие не свои мечта, уничтожают нашу страну, вредят буквально. Делая все хуже и хуже, каждая вторая инициатива, каждое второе решение российских недоуправленцев зачастую идут вразрез с интересами государства и, главное, народа. Не прошло и нескольких дней очередной яркое подтверждение тому прилетело правительство России. Выступило против освобождения предпринимателей от мобилизации. Дядя Петя, ты дурак? Слушайте, у меня уже правда зла не хватает. Там на самом деле неадекваты сидят или это враги? Почему? Да потому что только ненормальный в непростых нынешних условиях станет осознанно или неосознанно, этого я не знаю, это вот только ненормальный или враг, станет бить по институту предпринимательству в нынешней ситуации. Страна под санкциями. Импортозамещение провалено из-за нехватки комплектующих и потери рынков сбыта останавливаются производства, в том числе крупные. Каждый день новости об этом появляются. Дыра в бюджете бьет всемыслимые и немыслимые рекорды. Минфин вон воноперстки сидит, играет, корректируя показатели по дефициту. Ну, они это так называют. Видимо, совсем все не радужно. Жизнь штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю. На, серьезно, ты не верил? Чинушам бы напротив, на колени, перед теми предпринимателями встать и попросить слезно, ребята, помогите выпутаться. Займитесь вы проблемными направлениями, а мы поддержим, чем сможем. Но нет, нафига, козе баян? Мы этих коммерсов на фронт отправим, а то, что по экономике, собственно, и в очередной раз шаракнем, и оно обязательно вернется бумерангом. Но это ж не завтра случится, а дальше завтрашнего дня мы все равно не заглядываем. Это реальная журналистика. Сейчас остановимся на ООН подробнее. Поехали! Для начала небольшой ликбез. Поскольку в России мало кто имеет представление, кто такие эти предприниматели и чем они вообще занимаются, в головах глубинного народа, ведь как? Коммерс – это хапуга, жадный лавочник. Так глубинному народу по телевизору Соловьевса товарищи четверть века рассказывают, вот только именно на этих жадных лавочниках. Держится экономика любой страны, в том числе российская, это они, потому что они чиновники с пропагандистами, производят товары и услуги. Это они, жадные лавочники, ищут рынки, партнеров, выстраивают логистику, превращая произведенный товар в деньги, которые в итоге в виде налогов и других отчислений поступают в бюджет. Да господи, это они. Жадные лавочники создают рабочие места, платят зарплату рабочим, а рабочие, в свою очередь, тоже отчисляют налоги в бюджет и в небюджетные фонды. Вот так это работает, благодаря жадным лавочникам. Оглядитесь вокруг, все, что вы видите, все, что на вас надето, все, чем вы пользуетесь, это все создано предпринимателями, точно не чиновниками из правительства. Последние всего лишь аккумулируют упавшие в казну деньги и распределяют их кому, сколько, ну и совсем грубо и по-тупому, вот этим занимаются российские, а российские чинуши в действительности. Взять все, да и поделить. И голова у чиновника всегда работает только в одну сторону. Сценять сливки, лишь бы в бюджете здесь и сейчас дебет с кредитом сошлись, а дальше трава не растит даже во время кризиса. Ребятишки вот этим всем ради отчетности занимаются. Чтобы за примерами далеко не ходить, пожалуйста, послушайте, что говорила госпожа Батлина, например, первый замминистра труда на минуточку, когда речь зашла о возможной угрозе малому и среднему бизнесу вследствие непродуманной мобилизации, той самой, которая полгода назад была, минувшей осенью. Как мобилизованным предпринимателям выполнять свои финансовые обязательства? Платить налоги, страховые взносы для мобилизованных предпринимателей? Продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов. Помимо этого предпринимателям будут перенесены сроки обязательной подачи декларации по налогам, страховым взносам. Вот это прикол! И ни слова о том, как бы сделать так, чтобы бизнес того мобилизованного коммерса не развалился, пока он воюет. Ребят, я вас расстрою. Но с таким подходом мы слона не купим, в смысле из кризиса, никогда не выйдем, хотя бы потому, что деньги. Они на деревьях не растут, их кто-то должен зарабатывать для страны в первую очередь. Защищать родину дело, конечно, почетное, но даже защитники родины нуждаются в деньгах. Нуждаются в товарах, в одежде, экипировке, еде, воде, в транспорте, наконец! Где деньги, Зин? I don't know. Знаю, знаю, что сейчас посыплются комментарии из серии тебя послушать, так только коммерсы, налоги платят. Все платят? И вот тут я даже спорить не стану, потому что налоги действительно платят все и предприниматели. И сотрудники госучреждений, бюджетных, околобюджетных структур, все даже чиновники с депутатами. Но есть один нюанс. Давайте, как я люблю, на пальцах так будет доходчивее. Представим себе, что я предприниматель, а вот ты, например, бюджетник. Смотри, вот я как предприниматель заработал где-то там тысячу рублей. Вот она. Теперь, значит, что я делаю дальше? Правильно, я плачу с этих денег налог. Ну вот у меня тут есть в данном случае 60 рублей. Простите, мелочи больше не нашел. Я, значит, кладу эти 60 рублей вот с этой заработанной тысячей в бюджет. Ну, хорошо, раз мы на пальцах, давай представим, что я их кладу в какую-то тумбочку. Теперь, что делаешь ты, как бюджетник? Ты эту тумбочку открываешь, там лежат вот эти вот 60 рублей, которые я туда положил. Берешь оттуда вот эти вот деньги, да, забираешь там свою зарплату и обратно, вот 50 рублей ты забрал, и обратно из этих 60 обратно в тумбочку в виде налогов возвращаешь десятку. Понимаешь, к чему я веду, нет? А! Нет! Не может быть! А-а-а! Вот именно. Дело в том, что если я в эту тумбочку ничего не положу, тебе, как бюджетнику, взять оттуда тоже будет нечего, и налоги, соответственно. Платить будет так же, не из чего. В бюджете образуется дыра. А она начнет расти. Рано или поздно. При таком подходе экономика сначала сожмется. Предприятия начнут закрываться, схлапываться. Полки в магазинах опустеют, деньги обесценятся, граждане у разбитого корыта останутся без работы, без вообще ничего. Мы это уже проходили в 80-е годы 20 века, а потом все тупо накроется медным тазом. Поэтому я там в самом начале задал этот дурацкий вопрос. Господа, принимающие решения, они что, хотят уничтожить нашу страну? Окончательно убить то, что пока еще можно спасти? Кто работать-то будет? Если мы сейчас людей из реального сектора экономики выдернем и воевать отправим солдатами. Предприимчивых людей, которые знают, что нужно делать и умеют это делать. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я автор-любитель. Плачу транспортный налог 4 тысячи. А дороги нет. И у нас вот от села до Бельгоф, до федеральной трассы, 50 километров. А зачем вам машина-то? Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Да-да-да, и вот этого мне тоже не надо. И это я уже к тоскующим по СССР обращаюсь. Не надо пытаться возражать. А вот в Союзе не было никаких предпринимателей. Ничего, жили же как-то, все работало. Да были предприниматели и в Союзе. Они просто назывались по-другому, ну, например, хозяйственниками. По сути, эти товарищи выполняли те же самые функции, которые сегодня возложены на предпринимателей, на представителей малого и среднего бизнеса. Можно сколько угодно бросаться вот этими красивыми лозунгами «Фабрики рабочим!» «Земля крестьянам!» Рабочие потянут целую фабрику-то сами. Средства производства, например, станки, они на какие шиши купят? На какие шиши будут эти станки обслуживать и ремонтировать? А это не дешевое удовольствие. А за аренду цехов кто станет платить? А сырье на что покупать? Продукцию кто продаст, чтобы она в деньги превратилась? Вы же не хотите зарплату получать там болтами и гайками, которые этот завод выпускает? Кто займется поисками рынков, партнеров, инвесторов? Дед Маза из деревни Гадюкино. А он смойдет да логистику, в конце концов, кто отстроит? Вот этим вот и занимаются собственники бизнеса, коммерсанты, предприниматели, хозяйственники. Как хотите их называйте. Вы же знаете, что случилось в 90-е, когда трудовые коллективы в одночасье, как будто бы собственниками своих заводов, колхозов, совхозов, стали, получили на руки какие-то бумажки, акции. Ну а держи, ты хозяин, теперь так профукали же все. По незнанию, по головотяпству, на бутылку водки те акции меняли. А предприятия отжатые, жулики разорили и бросили умирать. Полстраны в руинах лежит и сейчас профукают, даже не сомневайтесь. Что такое совок? Я часто получаю комментарии и вопросы. А при чем тут совок? Думаю так. Пока гражданин будет считать, что не платить налоги – это не преступление, а доблесть – это совок. Пока желание халявы будет преобладать над стыдом от унижения при получении этой халявы – это совок по цене бесплатной стоматологии. Пока уважение к отдельно взятой личности будет считаться мелочью – это совок. Пока их слоны будут самыми большими слонами в мире – это совковые слоны. Выражение «а еще в шляпе, ишь очки нацепил, гнилой интеллигент, мы Академиев не кончали» – это лексикон совкового быдла, нежелающего учиться и гордящегося своим невежеством. Зэковский лексикон нормальной жизни – и это совок. Всем бай! Лучше я все равно не скажу. Все! Переваривайте! Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. Напоминаю, в Одноклассники его ВКонтакте только через VPN. На остальных площадках без ограничений. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте, поднимем, обсудим. А я за Сим спешу откланяться. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok